Приветствую вас, Татьяна, давайте наберем ваш текст, он такой несколько сумбурный, немножко, поэтому мы его разберем поподробно. Я все время ощущаю свою тревожность, пишите вы, и раздражительность. Давайте мы с вами для начала определим как-то вот во времени эту историю. То есть, все время это когда, это если угодно как давно. Да? Потому что, ну, нужно понять по времени, как давно вы начали испытывать подобное вот, подобные чувства, да? Дальше. Тревожность и раздражительность. Тревожность это не реагирование на собственные эмоции. Обратно говоря. То есть, когда я не реагирую на собственные эмоции, когда я не позволяю своим эмоциям меня направлять, когда я к ним не прислушиваюсь, когда я их обесцениваю, возникает приводие. Потому что во мне что-то меняется, во мне что-то происходит, а я же не обращаю на это внимания. То есть, я пытаюсь сделать вид, как будто ничего не происходит. Здесь необходимо разобрать то, как вы пришли к этому, как вы пришли к обесцениванию своих переживаний. К обесцениванию своих, если угодно чувств, эмоций, своих ощущений. Дальше. Раздражительность, в общем-то, является следствием, следствием данной ситуации, следствием данной позиции, данного положения. Раздражительность появляется тогда, когда некий, некий вот такой, можно сказать, условный человек, не прислушиваясь к себе, не отреагирует своей человеку. То есть, вот он не выражает их. Раздражение, это следствие не выражения своих переживаний. По большому счёту. И следующая стадия после раздражения, это злость, следующее после злости, это ненависть. То есть, нас что-то не устраивает, мы это не выражаем, и мы испытываем раздражение. Раздражение здесь своего рода сигнал, своего рода индикатор того, что вы не выразили, не отреагировали. Вот. Понимаете? Не могу понять свои желания. Ну, здесь вот ключевой момент в том, что вы пытаетесь свои желания именно понять. То есть, их понимать, вы, ну, не сможете их понять, их не понимать нужно, их нужно чувствовать. Это несколько разные вещи, я бы сказал. Понимать свои желания, значит, их, если мы говорим вот именно о здоровом таком понимании, да, то понимать свои желания, значит, уметь правильно их выразить. То есть, если я, если я понимаю свои желания, если я их понимаю, именно, если я понимаю свои желания, то я их адекватно выражаю, я их адекватно реализовываю. Вот. Понимаете? Какая штука. А если вы этого не делаете, если вы не выражаете свои желания, если вы их, если вы не позволяете им, условно говоря, быть. Да? Да? То, ну, в общем, никакого смысла в понимании нет. По сути, все понимание, оно сводится, вот, знаете, к такому обесцениванию, к сомнениям, когда секретная анализация, к попыткам. С попыткам расанализировать. И, по большому счету, все. То есть, понимать свои желания в таком ключе, ну, крайне деструктивно, на мой, на мой, на мой взгляд. Да, ну, вот, по-моему мне надо. А вот, 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 вот. Дальше. Вы пишите, значит, делаю зачастую не то, что хочется, как нужно. Ну, вот, выбор, было бы идеально, если бы вы сказали, кому нульно. Да? То есть, вот, кого вы, кого вы, по факту здесь слушаете, то есть, кому конкретно вы слушаете здесь? Ну, кого, кого и почему вы слушаете? То есть, почему этот человек, вот, эти нормы, к которым вы, по факту, к которым вы прислушиваетесь, да? Почему эти нормы, для вас, для вас важнее, чем то, что вы хотите сам, вот. На мой взгляд, это очень, очень важно. На мой взгляд, это просто важно определить. На мой взгляд, это, предельно, важно определить, вот. И рассмотреть. Потому что, от этого зависит, очень много. И это не сказать. Всё. Дальше. Мне понимают, что хочется, понимать не надо. Поэтому не могу сменить роль деятельности, как по нам данному кругу. Всё-то бывает, что всё время напрягается, нельзя просто так ничего не делать. А почему не делать? Всё время надо чем-то понимать. Кому надо этот ряд? Ну, то есть, вот, кому надо, вот, вы говорите, что надо. Надо. Кому, кому надо. Вот. Вы можете, как-то, вот, с этим моментом, определить, кому, кому, кому надо? Конкретно. Потому что, пока не очень понятно. Я хочу стать спокойнее, увереннее, любить себя. Надо для этого себя принимать. Понимать то, что вы хотите, свои эмоции нужно принимать. И исследовать их, и признать какие-то вещи, которых вы стыдите сейчас. Понимать, что я как хочу говорить сразу, что это что-то, что-то не нравится. А что сейчас мешает? Советую, как этого достичь. Психотерапия. Да, кстати, она. Это психотерапия. Хочу отношения крепко. А зачем? А зачем вы хотите крепкие отношения? Для чего? Что вы хотите для них, для себя найти, приобрести? Всё. Вот чем связано, вот, чем связано, эээ, чем связано ваше, ваше, эээ, вот, желание крепких отношений? Эээ, ну, это тоже очень важный момент. Очень важно это понять. Потому что, это ваша сопренность, и вы её, на мой взгляд, недостаточно дифференцируете. Вот. Как мне видится, эээ, ну, как, как мне видится эта, эта история. Вы не до конца дифференцируете, эээ, свои, свои желания здесь. Просто не до конца вы это делаете. Вот, это необязательно плохо, да, это необязательно, вот, это плохое, это просто, вот, ваше, такое, условно говоря, состояние, в котором вы пребываете. Оно неплохое, нехорошее, но, собственно, просто есть и всё. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оттенку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.